Медицину, ты устроил! На днях в столице края соседствующего с опорным краем державы случилось ДТП из категории не то что уж совсем невозможных, но редких до невозможностей. Опаснейший номер был исполнен прямо возле цирка, где на ходу уснул один вагоновожатый. Аварийная стыковка произошла между задней сцепкой вагона, ехавшего по седьмому маршруту, точнее стоявшего по Уральской перед тем, как повернуть на Крупской, и передней сцепкой трамвая, ровно следующего, восьмого, хотя на его месте могли быть и четвертый, и одиннадцатый. Поначалу сообщалось о том, что травмировалось семь, а в итоге оказалось, что 23 человека обратились за помощью к медикам. Правда, подавляющее большинство из них с мелкими порезами и ушибами. Они получили помощь на месте и отправились выздоравливать амбулаторно. И вот что рассказала одна пассажирка, цитата, Конец цитаты. В Пермском Минздраве рассказали, что изначально госпитализировать пришлось трех женщин. Одну из них спасатели выносили на себе из поврежденного вагона, но уже на следующий день только одна из них оставалась в стационаре в состоянии вполне удовлетворительном. Что же до железа, то тут все грустно и очень дорого. Получивший торпеду взад, борт 510, дипо «Красный Октябрь», построенный в Усть-Катаве без малого 14 лет назад, уже числится выведенным из эксплуатации и ожидает исключения из списков действующих. То есть поедет на запчасти. Пока что нет такой же определенности насчет второго и главного участника. Тоже «Красная Октябренка» – «Лювенка» итальянского дизайна и питерской выделки. На нехорошие мысли наводит не только тот факт, что от удара «Лювиные морды» стекла повылетали практически во всем салоне, но и доселе невиданный уровень эргономии и комфорта на месте водителя. Думается, что если бы вагоновожатый в трех шубах и валенках по стринке получал бы на конечной остановке специально для него нагретый в печи кирпич для микроклимата, то он бы не уснул, как тот, что залез тому «Лювенку» в голову. По поручению руководителя регионального следственного управления организованной проводится процессуальная проверка по факту ДТП с участием трамваев, в результате которого пострадали люди. Предварительно установлено, что в дневное время 7 декабря 2024 года в Перми на пересечении улиц Уральской и Крупской водитель одного из трамваев, уснув, допустил столкновение с другим.